всем привет с вами gothic с вами сократ сегодня мы с вами обсудим такую вещь как покер покер reded redemption а просто великолепный его невозможно передать словами образы лучше чем gta онлайн за исключением разработчики поставили блок ставок ввиду того чтобы игроки не могли передавать друг другу деньги играя со своими друзьями вы играете на слишком низкие ставки играя в общей сессии с другими игроками вы не знаете с кем вы играете вы видите их только внешний вид но вопрос не к этому оставим это на совести разработчиков в целом эта практика лишь для того чтобы вы могли провести досуг то есть как разнообразие как граф дарс аром рестлинг это онлайн или что-то другое что стоит сказать по поводу самого покера на нем вы денег не заработаете в таких количеств которых бы вам хотелось то есть иными словами это вообще не особо и прибыльное занятие на самом деле но для того чтобы играть и быть в плюсе достаточно следовать нескольким правилам играя против живых игроков разумеется на заднем фоне сейчас будут игры мои в покер я на самом деле расскажу вам не стопроцентную страту но страту который позволяет вам играть больше всего кстати перед началом основного блока я скажу что меня бесит люди которые влетают когда вас не 3 4 5 человек и начинают самого первого самые первые свои ставки ставить максимально 5 долларов вот который чисто на рандом на удачу то есть ними не блефануть не прочитать игрока понятно что не просто надпись дебил на лице на что они рассчитывают вообще непонятно просто на шару либо испортить антураж игры и атмосферу которая там есть пусть даже вот такая но мне нравится чили ночью допустим то подпивайся к часами просто долбить покер с незнакомые игроками и это интересно потому что даже в этих мелочах люди читаются непонятно кто против тебя играет мужчина женщина русский европеец но ходы которые они делают а они читаем и и очень интересно за этим наблюдать но я вам сейчас расскажу эти фишки но козлы которые ставят в начале игры сразу ставку 5 долларов просто говнари на уровне читеров ну по крайней мере для меня страты в этом никакой нет шансов на победу зависит ровно от количества игроков если вас двое то это 50 процентов если вас строя соответственно 33 процента если вас 4 это 25 процентов на победу и так далее то есть это не прочитать это тупо на шару на удачу это вся эта страта поэтому максимальную ставку в самом начале ни за что не ставьте это тупо слив бабла ну или кому-то может повезет и наоборот заработать но при этом испортит кайф от игры ну а теперь несколько практических советов которые позволят вам сорвать неплохой банк и слегка приумножить ваши ставки внутри конечно же игры в покере смотрите значит первое в первом же круге при первых же ставках повышайте стоимость банка на 50 60 центов то есть вы ли соглашаетесь не со ставками в 20 центов а повышаете их до 60 80 часть игроков большая часть соответственно согласиться с этими условиями если вы будете делать это из раза в раз то рано или поздно все игроки за столом будут повышать вместе ставки изначальной с вами на 60 на 80 центов как правило как правило дальше уже после первых трех карт будет понятно выигрыш на вас карта в руках или нет выигрыш на вас комбинации если ваша комбинация более-менее выигрыш на и либо стремиться к ней то есть это незаконченный стрит незаконченный флэш незаконченной full house допустим незаконченная тройка или две пары то в этом случае вы сможете полноценно спокойно разыгрывать дальше карту и повышать ставки банка предположим вы не повысили в самом первом этапе ставки банка все скинулись по 20 центов банки доллар и у вас выпадает флэш это чисто теоретически или стрит такое постоянно часто бывает даже но тем не менее дальше вы повышаете ставку максималка люди сливаются с повышаете на доллар большая часть тоже сливается а так изначально ваш банк уже больше то есть это такой совет лайфхак и так далее это первое второе значит у вас сильная карта на руках тут вы по чуть-чуть повышаете ставки это как на рыбалке вы прикармливаете дергаете за леску а потом подсекаете вот здесь примерно тоже самого сильная карта и вы стремитесь выиграть по чуть-чуть повышая ставки что делать если у вас карты не очень если у вас вообще в принципе ничего нету на первой тройке то есть первые три карты вскрыты и у вас ничего нету здесь два варианта если вы умеете блефовать и вы видите что игроки суд больших ставок то соответственно вы можете рискнуть и повысить ставку а если там потенциальный стрит допустим там идет 6710 а если у вас 8 и 9 у вас 3 а у вас их нет на руках но вы тем самым можете вот выпала на первые три карты видно что 6710 и вы можете поставить сразу максимально страх ставку сразу там 4 доллара допустим и люди которые подумают что вы не блефуйте то скорее всего подумать о том что у вас 3 и либо скидут карты либо пойдут дальше с вами ва-банк тут как по видео в моем случае блеф мне позволял выигрывать это в 60 70 процентов случаев но однако я очень долго сижу за столиком чтобы понять что за игроки там есть если вы только ворвались ваш блеф никто не прочитает и никто не поймет сильно у вас карты или нет я никогда не палюсь с тем что у меня карта плохая в самом конце если я понимаю что на мой блеф никто не купился я сливаю карты пусть ставка была 4 доллара 90 центов но при этом все равно я солью к если вы будете все время играть до конца то противники будут видеть что у вас на руках вечно какой-то каллу и вы постоянно ставите максимальные ставки изначально лучше это делать вы поднимаете до 2 до 3 долларов показывайте всем своей карты что у вас там какой-то лютый кал и когда у вас будет нормальная карта вы соответственно бахать и при этом вы можете проиграть огромное количество денег прежде чем будет вам хорошая карта что делать все таки в самом начале вы пришли повысили ставкой в первой тройке у вас ничего интересного не выпадает сливайте карты и так далее когда у вас в первой тройке карта у вас выпадает какое-то интересное более-менее интересная комбинация уже с ней по чуть-чуть повышаете рискуете когда заработаете 40 долларов и у вас будет за столом сидеть там два-три человека которые с вами сидели изначально и вы собственно их обули до грубо говоря либо другие заходили видели как вы выигрываете тогда уже можете блефовать и тогда уже вам будут доступны все эти хитрости маневры к сожалению в этой игре не видно игроков не слышно голоса нельзя переговариваться нельзя там что-то сказать что-то спросить услышать интонацию посмотреть нервничает он не нервничает здесь ставка ты извините 5 долларов максималка по сути дела покер не до конца реализован как бы мог бы быть на самом деле но тем не менее все равно используя эти хитрости повышая совокупной стоимости банка и не играя на максималке а при хороших картах игра на максималке потом после 40 долларов вы можете блефовать и увеличить ваш выигрыш до 70 80 долларов и когда к вам будет заходить 25 долларов и вы таки об она и уже более-менее солидность плюс 10 к пантам у вас обеспечен на этом все надеюсь мой ролик был хоть кому-то полезен комбинации все как и рассказывать не буду это слишком крупная водичка поэтому подписывайся на канал ставим лайки за то что не повторяя одну и ту же информацию а выдал хоть что-то хоть что-то свежее с вами был сократ у микрофона пока